Озвучил Зози Здравствуйте. Это Чангук из BTS. Да, 3 ноября выйдет мой первый сольный альбом «Голден». Я начал свою сольную карьеру с 7 и 3D, но это мой первый сольный альбом под собственным именем. Поэтому он очень значим. Я с нетерпением жду возможности услышать, что другие люди скажут об альбоме. Давайте поговорим об альбоме «Голден». Теперь, когда я использую слово «золотой момент», то это нынешний момент. Прозвище, которое дал мне мой брат Нам Джун, и талант, с которым я родился, это комбинация всех этих вещей. Это чувство размышления и доказательства в альбоме. И стремление доказать в альбоме. Я чувствую себя очень взволнованным, нервным и встревоженным. В альбоме «Голден», мотив которого «Золотые моменты», вошли за главная композиция «Standing Next to You», «7», «3D». И также еще целых семь песен. И если так посмотреть на композицию альбома, то, думаю, можно почувствовать смену эмоций естественным образом, если слушать песни по порядку, начиная с первой. За главный трек «Standing Next to You» это песня в стиле ретро-панк. И как следует из названия, ее смысл заключается в том, что я всегда буду с вами, несмотря ни на что. Да, и еще раньше я выступал с «7» и «3D», но на этот раз, надеюсь, со «Standing Next to You», я думаю, я смогу дать вам выступление, которое будет эпичным. Это мое личное мнение. Но я настолько уверен в этом треке, что не могу дождаться, чтобы показать его вам. Я буду признателен, если бы вы с нетерпением его ждали. После вступления я бы хотел немного времени уделить ответам на вопросы пресса. Мы слышали, что вы прислали много вопросов, и большое вам за это спасибо. Теперь, когда я думаю об этом, у меня есть много вещей, о которых я хочу вам рассказать, поэтому я разобью эту тему на две части и расскажу о ней подробно. Итак, начнем с первого вопроса. Расскажите нам о значении слова «Голден» и процессе выбора названия альбома. Как я уже упоминал ранее, этот альбом основан на мотиве «золотого момента». Если подумать с момента, как меня назвали самым молодым из BTS до моего первого соло под собственным именем, я думаю, что именно бесчисленные поездки, бесконечные часы и бесчисленные переживания сделали меня тем, кто я сейчас есть. И поэтому я хотел убедиться, что этот альбом лучше всего отражает то, кем я являюсь сегодня. По этой же причине альбом называется «Голден». Почему из 11 песен в качестве заглавной вы выбрали «Standing Next to You»? Позвольте вам рассказать, как я впервые услышал эту песню. После того, как Эндрю Уотт закончил записывать «Севен», он сыграл мне еще одну песню. и меня не сразу привлекла она, но когда я ее услышал, в ней было какое-то величие, если можно так сказать. На тот момент в ней не было ни хореографии, ни перформанса, но потом я понял, что было бы очень здорово сделать что-нибудь на сцене, и так я придумал свои зарисовки, так что я думаю, что это очень подходящая песня для названия этого альбома «Голден». О процессе сотрудничества с Эдом Ширеном, Шоном Мэдсом и другими. Создание этого альбома было задействовано очень много людей. Я действительно получил песню, но у меня не было возможности лично встретиться с Эдом Ширеном или с Шоном Мэдсом. Это очень расстраивает, но, по крайней мере, я смог пообщаться с другими продюсерами и сделать песню. И даже во время записи мы все еще общались посредством видеозвонков и тому подобному. Я хотел бы с ними встретиться, если будет такая возможность. Вы сами выбирали песни? Какие были критерии? Есть песни, которые вы особо привязаны? Мы уже несколько раз говорили об этом в интервью, но лично я всегда хотел быть таким певцом, который может исполнять множество различных жанров. Голос, который принадлежал бы только мне? Мой голос, конечно, мой. Мне кажется, я хотел создать такую песню, и чтобы был такой результат, который мог бы воспроизвести только я. Так что, в процессе работы у нас было много песен. Я слушал все песни и думал, в каком жанре музыки я хорош? Или в чем я могу бросить себе вызов? Или чего мне не хватает? И я хотел убедиться, что буду хорошо выглядеть на сцене. Я представлял себя на сцене и думал о выборе правильных песен. О, конечно, я привязан к каждой песне на альбоме, и они мне все нравятся. Теперь, помимо заглавного трека, я думаю, что песни, которые мне больше всего нравятся, «Хейт Ю». Эта песня. Эта песня очень хорошо подходит к сезону. Поэтому, я думаю, что многим она понравится. У меня есть некоторые ожидания, но мне все равно нравятся все песни. Почему все 11 песен на английском? Будут ли у тебя будущим песни на корейском? Этот альбом готовился для зарубежного музыкального рынка, поэтому мы сделали выбор в пользу того, чтобы все песни были на английском. Во время записи у меня было много проблем с произношением, несмотря на трудности. Я очень рад, что все песни в итоге получились удачными. В музыкальном плане я всегда хочу бросить себе вызов и пытаюсь придумать разные способы показать разные стороны себя. И я хочу представить вам корейскую песню, как только у меня появится такая возможность. Поэтому, пожалуйста, ждите ее с нетерпением. Каким было ваше новое я, которое вы осознали, работая как сольный артист? Думаю, я многое почувствовал во время записи и работы над новым собой. Но, с другой стороны, эти новые знания не единственная хорошая вещь. Я недостаточно хорош в этом, я недостаточно хорош в том и так далее. Я думаю, все эти мысли у меня были один раз в тех моментах, когда я задумывался о себе. Вы стали мировой звездой благодаря 7 и 3D. В чем преимущество Чунгук и вокалисты и исполнителя. Что вы думаете о себе? Я очень благодарен и очень смущен тем, что меня называют мировой поп-звездой. И, кроме того, я хочу убедиться, что пение, танцы, музыка, что это все идеально. Я хочу создать свой собственный цвет, поэтому много занимаюсь вокалом самостоятельно и слежу за собой, чтобы увидеть, где мне нужно улучшиться. Но я все еще чувствую, что мне есть над чем работать, поэтому мне придется работать еще больше. Я все еще чувствую, что недостаточно хорош, хоть я и достаточно хорош. Тем не менее, я думаю, что я чувствую себя менее неловко, когда пою разные песни. И я думаю, что я могу вписаться в любую песню. И я думаю, что моя... моя сила в том, что у меня такой голос. Спасибо. Хорошо. Сегодня, за короткое время, я ответил на семь вопросов. Я собираюсь ответить на ваши вопросы лично, поэтому думаю, что немного нервничаю, хотя мы встречаемся по видеосвязи. поскольку этот альбом основан на моих золотых моментах, я думаю, сейчас самое время поговорить об альбоме. Я надеюсь, что слушатели тоже смогут почувствовать этот золотой момент. Это был Чон Гок из BTS. Большое спасибо. Слушай фанфики по BTS без регистрации и СМС на моем втором канале Зузя Озвучка фанфиков по ссылке в описании.